В Мурманске в рамках седьмой международной конференции логистика в Арктике встретились представители ключевых предприятий, участвующих в развитии и перевозках по арктическим направлениям, в частности, по Северному морскому пути. Многие из участников конференции вернулись с недавнего Архангельского форума. Какую роль столицы Заполярья играет в развитии крупных транспортных и промышленных проектов? Расскажем далее. На недавнем форуме, который прошел в Архангельске, Владимир Путин сообщил о создании отдельной структуры, ответственной за комплексное развитие Северного морского пути. Именно на эту транспортную артерию власти делают значительную ставку и даже называют Севморпуть конкурентом Суэцкому каналу. Навигация в Арктике, в том числе из-за глобального потепления, возможно почти круглый год, хотя без ледокольного флота все же не обойтись. Совершенно очевидным является условие, то есть необходимость финансирования строительства двух дополнительных ледоколов для атомфлота, помимо трех строящихся в настоящий момент. Потому что в противном случае в 2024 году количество ледоколов, атомных имеется в виду, сокращается до четырех, что не будет соответствовать тем потребностям, которые есть уже сейчас. Главная проблема арктического морского сообщения – это даже не льды и сложные условия судоходства, а неразвитая инфраструктура на значительном протяжении маршрута. Впрочем, к Мурманску это относится лишь отчасти. Город постепенно реализует ключевые транспортные и промышленные проекты. Меньше недели назад Норникель открыл второй причал полностью реконструированного перегрузочного терминала в портовой зоне. Постепенно развивается и западный берег, так называемая Кольская опорная зона – средства в строительство, которые вкладывают в том числе иностранцы. Самая главная часть проекта реализуется – это строительство железной дороги на западный берег Кольского залива. И несмотря на то, что сегодня идет оптимизация бюджетных расходов во всем статьях, тем не менее проект является защищенным. Он включен как приоритетный проект в программу развития арктической зоны Российской Федерации 2020 года. Тема развития Северного морского пути Пуси стала основной на седьмой по счету конференции логистика в Арктике, но не единственной. Впервые во встрече приняли участие представители аэропортов Мурманск и Хибины. Без воздушного сообщения в современном мире сложно представить любой развитый регион. Все в комплексе нужно рассматривать, и одно не может развиваться без другого. Недаром есть комплексный план развития транспортной системы Российской Федерации, который учитывает все виды транспорта. Сегодня мы впервые поднимаем эту тему на круглом столе, и надеемся, что обсуждение вопросов развития аэропортов, авиаперевозок, это тема злободневная. И думаю, что будет большой интерес к этим докладам и к этим докладчикам. Глобальные арктические вопросы затронуты на профильном совещании у председателя правительства Дмитрия Медведева, которое пройдет 14 апреля. Так что Арктика и Мурманск, как часть большой системы, находятся в приоритетных задачах федеральных властей.